Бить современного человека – это отсутствие времени. Как только человек начинает ощущать, что у меня нет времени, у меня нет времени, я не успеваю, я не успеваю, одна из причин болезни в Айурведе называется талопаринама – неправильное отношение с временем. Время – это такая мистическая сила. Мы смотрим на часах, в дельниках. На самом деле время бывает внутреннее и внешнее. Внутреннее время – это человек, когда приходится в соприкосновение с собой, с природой. Это время дарует пространство, дарует понимание. По сути, внутреннее время – это воля Бога. И когда мы в соприкосновении с собой, в соприкосновении с тем, что из сердца подсказывает какой-то шаг, какой-то путь, какое-то решение, то вот это состояние, оно порождает, а внешнее время оно отнимает. В конечном счете, внешнее время отнимет жизнь самую. Ну, не жизнь. Жизнь отнять невозможно, жизнь происходит из жизни. Но этот отрезок, который каждому из нас для чего-то предназначен, он закончится. И вот если человек живет все время во внешнем времени, это внешние события, внешние какие-то факторы, встречи, ситуации, он все время что-то решает, и у него нет соприкосновения с самим собой, у него нет времени для созерцания, у него нет времени для обдумывания, у него нет времени на то, чтобы остановиться, он все время бегает. Такие люди заканчивают депрессией. Вплоть до суициды. Суицидальная депрессия – это когда я не хочу больше остановить землю на буду. И сейчас, к великому сожалению, все больше и больше людей загнаны во внешнем времени, потому что так много развлечений, так много разных доминантов снаружи, так много всего, один инстаграм, тикток, столько всего, столько всего, человек не приходит в гармонию самим-самом. Отсюда все проблемы. Если загнанная мама – это худшая мама. Жена, которая в раздражении, потому что человек, не успевающий, находится в хроническом раздражении. Это неласковая жена. Для ласки, для нежности должно быть пространство, должно быть время. Для соприкосновения сердец должно быть время. Поэтому очень важно проанализировать, а куда я бегу. Если бы у меня осталось, я не знаю, две недели жизни, да даже два месяца, а если бы два дня, два часа, что бы вы точно отложили, и на что бы вы обратили внимание. Проведите такой эксперимент. Если бы сегодня был последний день вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...